Встреча с Армением С одной стороны мы хотели вырастить высокотехнологичный цифровой банк в Армении, привнести международные технологии, свой опыт, но с другой стороны мы понимали, как патриоты Армении, что Армения нуждается в иностранных инвестициях. Как и любая развивающаяся страна, тем более Армения, исходя из определенных дополнительных обстоятельств, мы хотели помочь социально-экономическому развитию страны. Потому что привлечение крупных инвестиций, международные экспертизы способствуют тому, что у тебя появляются дополнительные рабочие места, у тебя появляется более высокая грамотность населения, дополнительные технологичные продукты, дополнительные кредитные ресурсы для юридических лиц, страна развивается. То есть мы с тобой ставили две таких задачи. И этот проект, он у нас развивается достаточно успешно. Мы много в него вкладываем силой времени. Это команда, которая со мной была изначально, продолжает над этим работать. Но вот насколько мы были неприятно удивлены тем, что мы столкнулись с попыткой наглого организованного рейдерской атаки по отношению к банку со стороны господина Афандяна, человека с сильно подмоченной репутацией в армянской банковской системе. И последнее время мы работаем над тем, чтобы эту ситуацию выправить. Конечно, впечатление у нас от работы инвестиционного, в широком смысле слова, климата у нас, конечно, подпорчено и достаточно серьезно. И, в общем, есть тема для армянских и властей, и регулирующих органов. Им нужно работать над тем, чтобы лучше защищать международных инвесторов, их желание вкладывать серьезные деньги в армянскую экономику и финансовую систему. А вы для себя уже сделали какие-то выводы из произошедшего? Изначально, ведь банк, в который мы осуществили инвестиции, он до этого момента принадлежал Ливанскому кредитбанку. И, собственно говоря, те условия текущего сейчас судебного процесса против банка, все их истоки относятся к времени, когда мы еще не были акционерами банка. Но мы вынуждены сейчас эту ситуацию разрешать. Тогда, как мы видим, попытка рейдерской атаки, она достаточно наглая. Она основана на манипулировании фактами и на злоупотреблении доверием остальных акционеров банка, ливанцев, которые руководили банком в то время. На балансе банка где-то в 2015 году был кредит структурам Афанзяна, Арзны, в сумме 4,5 миллиона. И, собственно, банк был вынужден принять в качестве отступного здания, потому что он не видел других способов погасить кредит от структуры Афанзяна, что еще одну характеристику дает его бизнес-качество. Соответственно, кредит 4,5 миллиона долларов был загашен в виде отступного здания, которого оценили так оптимистично в 2 миллиона, хотя его реальная стоимость близка к полумиллиону, по оценкам, опять-таки, экспертов банка. Когда мы и моя команда приступили к переговорам по увеличению капитала банка, я сказал, наши намерения были серьезные, мы строим в Армении высокотехнологичный цифровой банк. Естественно, нормальная процедура, когда ты делаешь предпокупное обследование, due diligence. У нас работали профессиональные эксперты, и они определили набор активов, кредитов на балансе банка в то время, которые они посчитали токсичными, так называемый такой термин, ну или цена не соответствует реальности, либо что-то другое, какие-то качества. То есть мы не хотели их видеть на балансе банка, который мы собирались приобретать в качестве контрольных пакетов. И мы договорились, что эти активы должны быть выведены за баланс банка. Соответственно, то здесь ничего сложного нет. Соответственно, ливанские акционеры приступили к переговорам с господином Афандианом. Здесь есть важная деталь. Афандиан подписал с банком в то время соглашение, по которому ему принадлежало право первому получить возможность выкупить здание банка обратно, если банк собирался что-то с ним делать. В случае чего пятикратный штраф за непредоставление ему это право. Совершенно странное соглашение, как будто кто-то изначально предполагал, что банк не будет это, мягко говоря, странное условие выполнять. Ливанские акционеры вступили в переговоры с Афандианом по передаче здания на новую структуру, по нашему требованию убирания. И господин Афандиан не только не выразил желание купить это здание, но и получил за свое согласие одну треть в капитале новой компании, которая была специально создана для того, чтобы туда перевести владение этим зданием. И одна треть капитала уставного долей этого новой компании была записана на сына господина Афандиана. И, соответственно, другой частью, другой сын господина Афандиана, он является ключевым человеком непосредственно в стране Арзни. И вот дальше пошла такая, знаете, дешевый маскарад, когда один говорит, я не знал о намерении у другого сына, он не знал то, он не знал все, а вы, типа, ребята, теперь нам должны заплатить штраф. Пятикратно. Двадцать два миллиона долларов. И мы пытались разобраться, когда первая инстанция в первый раз была проиграна, я попросил своих советников и сам стал разбираться в этом деле. Мы связались с господином, то есть люди по моему поручению связались с господином Афандианом, мы готовы были подарить ему это здание. Однако здание его совершенно не интересует. Его интересует 22 миллиона долларов. Таким образом, вот представьте себе ситуацию, при которой человек, все бизнесы которого практически банкроты, который должен семи армянским банкам десятки миллионов долларов непогашенных кредитов, который в погашении кредита в 4,5 миллиона долларов отдал банку здание в полмиллиона долларов, сейчас требует от банка, ну, уже полтора года, 22 миллиона долларов штрафа. И самое ужасное в этой ситуации для нас, как международных иностранных инвесторов, что армянские суды первой инстанции два раза вставали на его сторону. С какой-то объективной аргументацией или для вас непонятно? Для нас она абсолютно непонятна. Мы считаем, что это серьезный сбой в работе судебной системы в Армении. Первый раз суд второй инстанции вернул обратно в суд первой инстанции, пару месяцев назад суд первой инстанции опять вынес решение в пользу этой откровенной мошеннической схемы. То есть по-другому ее назвать практически невозможно. Каким образом во всем этом задействованы остальные акционеры банка и кем они являются? Кто они? До прихода моей команды в банк, стопроцентными акционерами банка были достаточно известный банк, из Ливана называется Кредитбанк. У него своя длительная история общения с Афандианом, которая не только отражена на балансе нашего банка, который сейчас называется ID, но и в структурах непосредственно Кредитбанка. Но если мы говорим применительно к этой ситуации, то мы как мажоритарные акционеры вынуждены сейчас были взвалить на себя всю нагрузку по решению этой ситуации. И она, конечно, абсолютно беспрецедентна, потому что, ну, понимаете, серьезные иностранные инвесторы с добрыми намерениями приходят в Армению, вкладывают не только существенные средства финансовые, но и экспертизу, время, опыт, и при этом подпадают под какую-то разбойничью атаку у местных хулиганов. И главное, мы пока что не можем найти, пока что не нашли серьезной адресной защиты от властей Новой Армении, которые должны быть более чем заинтересованы в привлечении серьезных международных инвесторов, которыми мы являемся. А вот вы говорили, что пытались с Афандианами договориться, речь шла о внесудебном решении спора, о вопросах. У нас, еще раз говорю, была попытка, так сказать, войти в какой-то диалог, но требования к банку были настолько несуразными в ситуации, что мы поняли, что, в общем, по-хорошему договориться не удается. Контакт получился или не получился? Вы знаете, мы, так сказать, много с кем работаем. Я вообще считаю, как человек с начала 90-х, работающий на финансовом и банковском рынке постсоветского пространства, что вот вся эта, так сказать, ситуация с Афандианом, что он стольким банком в Армении должен денег, там, недавно было совместное заявление ведущих армянских банков на это чудо, она даже для постсоветского пространства, это, так сказать, продолжающееся мошенничество, это беспрецедентный характер носит. С этим надо заканчивать уже. Ваш случай называют самым крупным по объему денежных средств, которые фигурируют в одном деле. Ну, да, поэтому мы и вынуждены были должным образом мобилизоваться для того, чтобы защитить не только капитал, но и, собственно, интересы всей армянской банковской системы. Вы понимаете, ведь любой случай успешного такого, как сказать, рейдерства, грабежа, это же прецедент. А стабильность армянской банковской системы, она же должна, так сказать, интересовать власть придержащих. У нас хороший контакт с надзорным ведомством, они понимают нашу озабоченность. То есть в этом отношении мы ожидаем все-таки, что суды вышестоящей инстанции наконец-то разберутся в этом деле и вынесут правомерное решение на этот счет. Потому что сделать это нетрудно, надо иметь желание в этом разобраться. В альтернативном случае, конечно, судебные разбирательства иностранных акционеров против власти Армении в международных судах не принесут дивидендов ни стране, ни иностранным акционерам и нанесут сокрушительный удар по инвестиционному климату в стране. Хотелось бы этого максимальным образом избежать. Это достаточно важный посыл. Мы надеемся, что наконец-таки государство во всех его проявлениях озаботится вопросом защиты серьезных иностранных инвесторов. Они нужны любой стране. Без этого развитие очень, ну, как сказать, такое, местечковое будет. Они нужны Армении, они нужны России, они нужны любой стране. Для этого инвестор должен чувствовать себя защищенным. Любой инвестор, посмотря на случай Айди-банка, в лучшем случае отойдет в сторону. С учетом того, какова ситуация сейчас, у вас есть какой-то план развития ситуации или представление, что может быть? Вы знаете, мы делим вещи на две части. Все наши действия по развитию банка, цифрового банка, они продолжаются в том же темпе, как они и закладывались. То есть в этом отношении банк развивается, интересы клиентов, вкладчиков, депозиторов абсолютно защищены. Самое главное, у банка большой объем собственных средств. И, собственно говоря, все риски банк очень консервативно оценивает. Но, с другой стороны, мы, конечно, затрачиваем большое количество времени и ресурсов, и юридических консультаций на то, чтобы в рамках законодательства Республики Армении выйти из этой ситуации достойно. Я считаю, вопрос не только состоит в том, чтобы закрыть эту тему, но чтобы было неповадно таким образом пытаться рейдерскими атаками ущемлять интересы международных инвесторов. Здесь нужно создать правильный прецедент того, что в Армении интересы иностранных международных инвесторов защищены. Это очень важный момент.